Унылые будни, скучная работа, повторяющиеся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаёте в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! Апп Икс. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко. Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании и бесплатная игра — ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Здравствуйте! Гори, здрасте! Шапки будут, что? Прошу. Там есть шапки, мама, еще? Еще чуть-чуть есть, я сейчас посмотрю на... Есть... Нет, подожди, по-моему, я все убрала с сайта, пока мы не разберемся с текущими делами, так что, возможно, скоро несколько появится. Пусть надо следить или я попрошу тебя написать туда. Скоро сообщу, короче. Там есть еще несколько. Глубоких и неглубоких точно. Клубоких и неглубоких и неглубоких. Подумай, я подумаю. Ваня на воду, как бы, нахуй. Вот это я, ваня. Там можно батарею включить. А, все. А если он машинку цепляю погрузит? Точно. Что такое чудо? Привет, Влад. Володос. Наш Володос там. А что, вам власти к нам приедут? Против него. Хочу с вами поделиться одной. Наверное, годом с 2000. Девятого или десятого. Это началось. Этому я придерживаюсь по сей день. Я не слушаю никакого негатива с вашей адрес. Я не слушаю диссы на свой адрес. Не смотрю никаких видеообращений. Вообще, игнорирую абсолютно любую. Грязь мой адрес. Ну, это логично. Без всяких. Вы знаете, что сосед хочет вас облить по моему водеру. Вы пойдете к нему, откройте калитку, кладете его в двор. Встанете перед ним и скажете, давай, лей. Нет. Зачем когда такой смысл это имеет смотреть что-то, слушать что-то. Негативно. Это же бред. Например, когда листаю комментарии, ну, вы сами, наверное, знаете, ты читаешь, и ты уже по несколько первых слов можешь понять, в какую сторону клонишь данное обращение к тебе. Негативно. Ты же сразу контекст подхватываешь. Я не дочитываю, я удаляю и блокирую людей. То есть люди, которые пишут мне там огромные какие-то комментарии, злобные, это абсолютно бред. Не тратите свое время, я не прочитаю. Первые два-три слова мне уже говорят о том, какое настроение это комментарий удаляю. Люди читают свое время. Вы что, поймаете меня на улице и заставите слушать эту путь? Или поймаете и заставите меня смотреть эту говну? Нет. Так что каждый долбоеб, который каким-либо образом пытается меня задеть, он тратит свое время, я не буду смотреть. Я не буду слушать и не буду читать. Ну, это же логично. Я же не... Или вы считаете, что я в этом какой-то особенный. Но нужно быть долбоебом, чтобы добровольно слушать, смотреть или читать. Игорь Леонидович, привет. Привет, привет. Ой, слушайте, все тут. Все тут. Не хватает еще пары ребят. А где Юрка? Давай напишем. Юрка, выходи. Посмотри на наших... Смотри, кто тут пришел. Дим, смотри, какой хвостик тут пиляет. Давлень. И сюда. Давай. Ой, ну вот как мама. Спиной прямо об этом. Все, не, 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 солодь, не. Мужкин мой. Не, не, солодь, не хочу солодь. Солнышко наш. Шарстик. Такое красивое. О, зайчик. Сейчас, сейчас. А он остыл. Да нет, зачем? Я не хочу с тобой, я лошадь на что-нибудь. Он сюда, дайте. Да, товарищ. Ой, какая бедетка. Это с пузиком. С пузиком. Пушастик. Лапка, здорово вам же. Дима, в новом айбоме будут треки в стиль шок. Сам догадайся. Дима, в новом айбоме будет треки в стиль шок. Тринадцать часов. Тринадцать часов. Обожаю, когда она говорит мне бремя. Это так здорово. Дима, в новом айбоме. Да. Такие хорошие ребята, так все понимают вообще-то. О, и горшка. Чего? Вкус какой-то странный чай. Ребята, я вам еще кое-что расскажу, не важно какие вопросы. Вот. Важно ноги отвечаешь. Вот это чехота. Такой. Вот. Вот. Деньга. Вообще-таки я так боялась всяких таких вещей. Вот такие ребята все приятные. Лили? Да. Они такие хорошие. Понимаешь, я для себя заметил одну вещь. Что долбоебы, долбоебы среди слушателей, они не будут тратить деньги. То есть, если априори кто-то там пытается финансово поддержать, слушать, покупать наши, тогда не долбоебы. Ребята. Конечно. Ну вот, они все такие прям... Долбоебы все в комнате. Встречаются, на самом деле, иногда, очень редко, встречаются прям неадекватные люди, которые там типа на следующий день там роботы мечут. А вообще, в целом, вот в Телеграме я читаю всех. Они какие приятные. Мне так прям очень круто. Вот ты. Тише, три... Через банки может чайник разбил, блядь. Мне понравился ковшеньком. Я пропустил, что он говорил. Он говорит, после прослушанного трека, вот эта твоя футболка, которая у тебя, она как бы не соответствует действительности. Но ты сзади просто. Есть такое. Есть такое русское. Мне нравится русский язык, потому что он очень точен. Он упрощен и точен. Есть такое же упрощение. Хуй вам. Это же насколько глубокое высказывание. Хуй вам. Сосите хуй. Это же идеально. О, да есть такая музычка. Символический принт. Дегенеративное искусство. Сосите хуй. Жаль, конечно, что я не могу это запустить серийно, поэтому я сделал только один экземпляр лично для себя. Я буду пускать его. Но вы его видели. Оценили. Вы поняли. Кому, что и как. Счастье. Счастье. Очень много. Сохраняется. О. то вот об этой маленькой собачьей разберем смотри, смотри с ведра, Владик, с ведра Игорь Леонидович со своими ребятами готовят, мастерят следующий сингл он будет, как только будет готов если мы тоже торопились а мне он больше даже нравится, чем у меня литры предыдущие не стал точно говорить сравнивать, потому что потом Юру будет ругаться нельзя хуй заводить собственные треки ну короче, следующий, который выходит, он вообще еще дальше от того, что я делал мне очень нравится но он еще меньше понравится долбоебам они будут еще больше ну и скоро все отвалятся конечно отвалятся а хотя охуеть, конечно отвалятся я жрал сельдерей и ебал маму в эфире просто долбоеб, долбоеб, долбоеб я пиздец, что только не дел никуда не надевать не отпишется ни хуя безполезно вот давай попробуем давай сделаем фотосет я буду в платье я буду в платье распечатаю там, не знаю, заяву скажу вот не знаю сделаю какую-нибудь дичь они даже тогда не отпишутся серьезно я снимусь я сделаю фотосет в обнимку с не знаю, с голым Филиппом Киркоровым если он на это не пойдет блядь, ну вот даже я не говорю не знаю, что сделать, чтобы они не отпишутся блядь, я приставлюсь за голову Филиппом Киркоровым я чуть не блеванул блядно Боря, прости так, надо на сайте исправить опечатку блядь, у ребят на Тихайпо есть же выход на Филиппо почему? ну, потому что там Слава у него в клипах снималась в клипе аааа мы Слава ему поговорить предложим, да? ему голеньким нет, блядь прекрати жена, ты знаешь немецкий язык? нет почему ты не научишься? что? ты говоришь ты будешь сегодня о том, чтобы проверить 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 ну, что делать? может я глупая просто да? да может за меня замуж вышло, наверное не, девочка ты самая улучшенная не, девочка ты самая улучшенная есть жанр вообще не с кем не интересно писать филипп даже вот если можно было прямо вот так лист список а то я во флипном порядке я не знаю с кем мне не интересно про Ивана у меня вообще странно как-то он вроде как-то, блядь, он достаточно гармонично смотрится в своем амплуа и и он стильный и блядь он мог бы быть реально крутым артистом но он почему-то предпочитает постоянно все пиздить что-то там попуганичить какие-то хайпы там подхватывать я не знаю почему он не попытался я прям реально с нуля создать свое что-то найти то, что он реально любит не знаю я не 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 могу воспринимать артиста всерьез в которых я не вижу может или просто бездарным? нет, я не считаю, что он бездарный вовсе не считаю, что он бездарным это человек, который не может свое собственное создавать? он сыт мне кажется, он просто сыт потому что лейбл не тот лист откуда я знаю? почему? Я могу сказать, что это так, потому что я так это вижу, воспринимаю, замечаю. Вопрос в том, что артисты, у которых нету, за которыми непонятны предпочтения их, то не знаю, все равно слушаешь и тело, и понимаешь, что ему там электронка нравится и так далее. Но ты все равно там хаски нравится какого-нибудь, блядь, дичи металл, панк, рок, что-нибудь такое артхаузное, либо старый рэп, все равно проскальзывает, ты все равно можешь понять, что и предпочтение это человеку. А этот сегодня то, завтра другое, что хайп, то и буду делать. И вот непонятно, почему я никогда не попробовала что-то сделать, то, что он действительно любит. Вот я люблю рок, я люблю попсу, люблю вот то, что я сейчас делаю, поэтому я пытаюсь себя найти в этом не под хайп и прыгать, а просто реально докопаться до чего-то. Я когда делал батл рэп, я это тоже любил. Я любил ебать маму, я любил всех хуесосить и всех десять, я любил провоцировать, я любил доказывать всем, что, сука, я круче, я был круче, я это доказывал. Вот, я же не подпрыгал на какой-то хайп, а потом, ой, хайп прошел, сейчас буду локтями трясти. Вот этого я не понимаю. Поэтому его подъем, ну, я его подъем, потому что он эгоцентричный, потому что он истеричка. Но у меня никакой ненависти и никакой неприязни к нему нет, даже наоборот. Я считаю, что он достаточно талантливый, мог бы делать прям какое-то крутое, что-то крутое, но он почему-то все-таки копировка какая-то. Ну, судить я не собираюсь, я могу только сказать, что я думаю. Ну, вот сейчас интересный же проект, он, по-моему, везде, в разных концах мира написал по треку. То есть масштабность и так, как он подходит к своей работе, это круто, мне это интересно. Кто так делает? Никто так не делает. Это заебись. Вот представьте, если бы вот к этому всему он бы делал, реально, не пиздил. Там у Канье, там у Джей-Зи, там еще у кого-то, у Трэвиса, там еще у кого-то. Если бы он реально делал свое что-то, вот так масштабно, бля, он был бы пиздец каким артистом. Реально. Его портит только то, что он хайп и пиздит, он попугайничает. А так-то он крутой, ну, серьезно. И одевается круто, и подает себя круто, и дисциплинированно работает. И отдача на концертах, я слышал, лайв у него тоже нихуявый. Единственная моя претензия к нему, это то, что он истеричка и эгоцентрик. И то, что он постоянно, блядь, хайп и пиздит. Жар. Можно было найти, за что его уважать. Так что я без хейта, если вот серьезно спросить. Кнопка, а почему ты там что-то жуешь у него? Это же мой носочек. Папа что-то уродил, и сынок жует, да? Нет, он жует мой носок. Зачем ему папа на что-то? Ну, мне кажется, что пора менять. Что? А ты какая-то глупая шутка. Разве можно такое мне говорить? Нет, я же пошутила. У меня, ну, шрековские шутки. Такое не нравится. Ладно, больше не могу. Дима, ты как шрек. Нет. Я не хочу становиться зеленой. Хорошо, что ты не как Фиона. Ну вот. Ты Кмут? Ты собака? Чудушка маленькая даже. Так. Я все еще вырабатываю уже, да? Про готовый материал я уже говорил. Сводят трек, и как только будет готов, мы его так быстро и выпустим. Так, скоро. Что тебе надо? Эй. Что ты там будешь? Идет, давай. Давай. Что ты под столом ходишь? Что ты хочешь под столом? Что ты? Что ты хочешь? Давай. 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 Осторожно. Тут ударишься. Ты давай сюда. Ура. Ух, я-юй. Бля, я... Не знаю, может быть, я такой... Какой смысл в фитах? Ну, либо вы гармонично будете на одном треке, там, не знаю, скорее, это случайно. О, круто, можно сделать что-то изменить. А какой смысл в фитах? Это как картину вместе нарисовать. И что потом? Я не понимаю. Ты или сидишь спокойно, или придешь вниз. Что? Вниз хочешь? Ну давай. Ура. Ура. Не думаю, я с женой записаться. Будешь ряд со мной читать? Что? Это же надо уметь. Давай сделай какой-нибудь ремейк. Жук, муравейник? Нет, жук, не огневой, а что-то помню. Ты знаешь, что сделай мне? Сага абарлаха канарейка. Что? Что это такое? Давай я не сделаю. Сага абарлаха канарейка. А я что буду делать? Зига сага аллаху акбар шалам аллах. Сага абарлаха. Не хочешь? Не нравится? Нет. Не хочешь на смысл вставать? Это потому, что, знаешь, ты мне принес какашку. И такой, хочешь какашку? Я такая, нет. А ты такой, смотрите, она не хочет есть. Слушайте, это не настолько хуя утра. Да. Это вообще какашка. Какашка с привисом чего-то еще. Да что ты делаешь? Охренел совсем. Иди на место. Давай, пиздуй. Давай, давай, давай. Давай. Брызь. Вот, ты слышал музыку Джейн Биркин и... Бля, вот в музыкальной точке зрения, это как туфта. Ты просто не... Биркин и Гинсбург. Да. Да как хуйня, блядь. Это... Вот это хайпованное говно. Он стильный, богенный, она прекрасная. И они, блядь, он поэт. Вообще не так. Так дело в том, что с музыкальной точки зрения, Гинсбург и Биркин, все что они записали, хуйня так. Это было очень... Это как искусство, ты не понимаешь? Типа они практически трахнули свои песни и выпустили это по радио. Я же сказал, я же уточнил. С музыкальной точки зрения абстрагировались от всего вокруг. Это арт. Причем тут музыкальность в музыке, блядь, да? Нет, это арт. Это выше, чем не музыка. Тогда давай не будем рассматривать... Тем более, ты слышал когда-нибудь... Культичность где-то больше ничего. Тексты их, песен. Это же гениально. Конечно. Да. Ты не жаль, шла. Если я захочу послушать Пашлятину, я послушаю старого Выкинда. Чем Пашлятина? Там в песне говорится, я люблю тебя, я люблю тебя. Так строится вся песня и все в чем пошлость. Тебе перевести пару слов? Гинсбург. Да, давай. Где он описывает, как он своим языком проникает в ее многое. Ой, да что ты выдумываешь? Камон. Ты не слушал, не надо рассказывать. Ну я наукат сказал. Скажи, что я не прав. Нет. Клубка. Я так и знала. Ты бы стал рассказывать, если бы встретил ему плантиняне. Нихуя. Я бы сказал, дайте мне какую-нибудь там сверхсилу, способность какую-нибудь. Я хочу быть супергероем. Или научите меня вот всему, блядь, что люди не умеют. Я хочу быть каким-то там доктором стрэнджем. Не порадую бы его просто людей ночью. Прикинь. Охуенно. Не, я бы не рассказывал про это. Блядь, я пью чай. Разбил чайник, заебали. Чайник? Моя детка, посмотри, как он грустит в моей лапке. Блядь, ой, господи, какой взгляд. На мамку, наверное, работает, да? Она, наверное, прям... Как шлякнуть, откуда это котам сапога ходит? Правда? Блядь, какие взгляды. Че ты, все? Не надо дочит? Эй! Что? Иди сюда. Что тебе надо? Иди сюда. Что? Давай, иди сюда. Голову дальше, иди сюда, давай. Давай. Че тебе надо? Че тебе надо? Что? И че дальше? Че? Вот ты тут, и что? Момент два остался с прошлым, с долбојобами, которые его ждут. И... И... Че тебе надо? Момент два ра... Момент два... Продолжение следует...